Добрый вечер! С вами Арина Кузьмина и 8 o'clock fashion. Так вышло, что наш проект стартовал во время зимних Олимпийских игр в Сочи. А поскольку Олимпиада это давно уже не просто спортивное соревнование, а еще и модное дефиле, это отличный повод выбраться в Сочи. Сами их посмотреть и вам показать, кто в чем катается, спускается и развлекается. Прежде всего, форма национальных олимпийских сборных. Итальянцы. Повезло ребятам. Рабочая одежда от Армани. Другого и быть не могло. Франция Ла Коста? Эх, оставим без комментариев. Американцы. Лично мне форма понравилась. Но у России альтернативы нет. Для каждой и малейшей детали Михаил Арестов Искуснирович посмотрит и подтверждает каждый, каждый, каждый модель. То и делает сила и единственность коллекции. Боско – это, пожалуй, самый узнаваемый российский бренд. В любом уголке мира, в любой сезон вы обязательно встретите кого-нибудь в чем-нибудь с логотипом Боско. Ну а здесь, куда ни посмотри, везде тотал лук от Боско. Поэтому я здесь, как белая ворона. А вот что приятно. В Олимпийской деревне есть традиция – обмениваться формой. Так вот, за одну курточку от Боско можно получить три швейцарских жилетки. Как вам форма нашей сборной в этом году? Ну, мне очень нравятся формы. Я сам участник 10-й Олимпиад. И считаю, что, в общем, все, что было необходимо выразить российской форме, оно здесь присутствует. И люди, спортсмены с удовольствием носят эту форму. Мне очень нравится, потому что я считаю, что красиво очень все сделали по-русскому. И показывают наши страны очень красиво. А сейчас вы вся одета Боско. Вы носите это помимо Олимпиады где-нибудь? Я обычно ношу зал в Нью-Йорке. И всем очень нравится. Американцы всегда спрашивают, где я беру такую форму. Я горжусь. Перед вами стрит-фэшн Олимпийского парка. А теперь перемещаемся в Сочи, в более привычную для нас обстановку. Добрый день, Мария. Как у Олимпиады в Сочи в этом году? Мне очень все нравится. Я очень рада, что я вообще сюда попала. И здорово, что это проходит в нашей стране. Я просто получаю здесь удовольствие. Это какой-то реальный праздник. Я сама спортсменка. Я настолько горда, что я часть этого праздника. Мне безумно здесь очень все нравится. А как вам спортивная форма в этом году, в которой наши спортсмены? Ну, спортивная форма, она всегда очень красивая. То есть все спортсмены выглядят просто на 5 баллов. Вот ваша форма всегда отличается такой легкостью и даже на корте элегантностью. А кто делает для вас форму? Ну, для меня делает форму Adidas Стелла Маккартни. То есть Стелла Маккартни, она стала 6 лет назад сотрудничать с Adidas. И я была первая спортсменка, кто вообще подписал соглашение со Стеллой Маккартни. И то есть я уже долгое время с ней сотрудничаю. И как вам работаете? Классно. Это я считаю на данный момент самая вообще лучшая одежда. То есть если кто-то спортсмен, то я советую, кто занимается йогой, кто занимается, я не знаю, сноубордом, просто какой-то гимнастикой, теннисом, то это вообще самая лучшая одежда. Только она вышла на йогу, на теннис, на самом деле. Ну и красивая, и очень удобная одежда. Ну да, во-первых, она очень яркая, я очень люблю одеваться ярко. И из-за этого, то есть ты всегда поднимаешь настроение, да, и это очень важно, как ты выглядишь. Ну да, хочется быть красивой. Да, это придет еще уверенности, как девушке любой. Нам очень повезло. Мы нашли отличный мультибренд, в котором собрано много различных коллекций интересных марок. А к тому же сегодня здесь происходит презентация новой коллекции бренда Одри. Совершенно потрясающе. Хочется купить все и сразу, потому что действительно настолько все стильно и модно. И мне кажется, что такие вещи подойдут любой девушке. Какое все милое, маленькое, красивое. Как жаль, что я из всего этого уже выросла. Но кажется, я обижу тех, кому это как раз поров. Привет! Ну как тебе новая коллекция? Коллекция очень красивая, модная, удобная. В ней можно прыгать, веселиться, играть. А тебе так нравится? Да, очень тут красивые коллекции. Белые, розовые. Мне эти цвета очень нравятся. Добрый день, Адвен. Здравствуй, это я. Ваша музыка красота, которая присоединяется всеми остальными, под которыми катаются фигуристы, выделяется не то, что гармоничностью, а какой-то... Она прям подходит для Евгения. И на самом деле, смотреть, как Евгения катается под вашу музыку, настоящее удовольствие. Спасибо. Мы уже вместе не только на льду, но и друзья 10 лет. И Женя все выиграл больше, чем 40 медалей, катаясь под мою музыку, золотых медалей. Для меня это всегда очень интересно. Я хочу сказать, что сейчас, когда мы готовились в Сочи, я сделал приблизительно 50 версий для Жени, чтобы была самая... Каждая секунда была для него очень важная и вдохновляющая. Добрый день, Евгений. Я вам очень благодарна и очень приятно, что вы нашли для нас время. Спасибо большое. Когда я была на соревнованиях, ты заметила, что у очень многих фигуристов костюмы либо слишком кэжуал, либо слишком пафосные, или либо костюмы просто не соответствуют мелодии. А вот ваши костюмы всегда очень с красивым дизайном и всегда подчеркивают настроение музыки. Скажите, кто занимается дизайном ваших костюмов? Я очень благодарен Валентину Юдашкину, моему другу, который сделал мне на Олимпийские игры костюмы. Это и на произвольную программу, и на короткую программу. Мне очень приятно было работать. Это было очень интересно работать с Валентином. Какой-то новый опыт. Это, конечно, талантливый человек, гениальный человек. Вот это настолько быстро. Я только говорил, что какая музыка уже была... Были заготовки на костюмы. Вот поэтому с Валентином Юдашкиным было работать потрясающе удобно и очень интересно. Мы сейчас находимся на презентации новой коллекции Отре. А как давно вы являетесь лицом этого бренда? Ну, уже два года. Сейчас третий год. Мне очень приятно тоже работать с этой компанией. Это очень интересные коллекции. Это очень носибельная одежда. То есть комфортная, удобная. Это все-таки casual, это спорт. Ну, в общем-то, то, что я ношу. То, что я ношу. Я ношу спортивные и casual. Я не люблю классические вещи. Я не люблю какие-то пиджаки. Хотя иногда, конечно, приходится. Но больше я люблю casual и больше я люблю спорт. Поэтому Отре – это попадание в точку. А как вам новая мужская линия? Вы принимали участие в разработке? Я принимал в разработке, в дизайне. Какие-то свои коррективы вносил. Останавливаться мы не собираемся. В Третью будет линия такая Евгения Ключенко. Сейчас мы ее прорабатываем, готовим, думаем. То есть это будет спорт. Спортивные какие-то жакеты, спортивные бомберы будут. Спортивные костюмы. То есть что-то будет интересное. Раскройте секрет. Уже есть какие-нибудь варианты остальных цветов или каких-нибудь необычных деталей? Вы узнаете это первыми, но не сейчас. Хорошо. И мы желаем компании Отре поучаствовать в создании маленькой капсульной коллекции для следующей олимпиады. Спасибо огромное. Спасибо большое, Евгений. Здесь столько всего красивого и интересного. Не могу не удержаться, чтобы не посмотреть. Арина Кузьмина. Автор программы и ведущая Арина Кузьмина. Что мы думаем о моде? Как мы видим тех, кто исследует? Что мы знаем о тех, кто ее создает? Где мы можем делать это сами? И кто нам в этом помогает? Обо всем этом и не только. Каждый вечер в 20.00. 8 o'clock fashion с Ариной Кузьминой.